Приветствую вас и вы просите помочь, но какой помощи вы реально хотите? Если вы хотите, чтобы вас направили, то есть именно вот так вот в режиме ответа на вопрос ответили на все ваши проблемы, то думаю, так помочь вам не получится. Если вы хотите, чтобы произошли реальные изменения в вашей жизни, то очень рекомендую начать с того, что само для себя определить, вот просто сказать себе такую вещь, что то, как я села раньше, было неправильно. Вам сейчас не так много лет, чтобы вы боялись дать себе данную установку, чтобы вы ее опасались в принципе этой установки. Вам достаточно мало лет, чтобы вы могли начать и преуспеть в изменении своего подхода, в восприятии самой себя. И начинать нужно, пожалуй, с того, что определить причину вашей заснутости на данный момент. Вы пишите, что вы замутый человек, заснутый. Это означает, что вам хорошо быть наедине с собой. Это значит, что вам особо никто не нужен. Вы не испытываете потребности взаимодействия с людьми и так далее, если я вас правильно понял. В следующих сценах возникает вопрос. Ваша заснутость является следствием чего? Следствием самостоятельного выбора или следствием определенных обстоятельств в вашей жизни, которые повлияли на формирование такого поведения? Если старый вариант, то необходимо обратиться к истокам. Почему? Вы ввели замутый образ жизни. Да, вы привели много времени все свое детство в женском коллективе. Конечно. Но женщины его и как общают? Хуже? Лучше? И вот это главный момент. Далее, вполне вероятно, у вас есть определенное представление о том, что из себя представляют мужчины. То есть, кто это? К чему они стремятся? Кто они такие? Как и устроено, как работает их мужчина? Как работает их, значит, мировоззрение? Эти моменты в силу отсутствия у вас отца, сегодня нужно прорабатывать. Потому что обычно первичный образ мужчины появляется все-таки на основании как бы второго родителя, то есть отца. А у вас этого не было и поэтому данное образование отсутствует. В этот момент все необходимы вам проработать. То есть, что вы думаете о мужчинах? Кто они для вас? Что они представляют? Почему вы их боитесь? Чем они так сильно вас опугивают? Почему они вызывают вас отторжением? Может быть что-то произошло? Может быть развод ваших родителей помешал вам как-то нормально воспринимать отца? Может быть то, что отец не обещается с вами, задало у вас впечатление, что мужчина бросил вас, что он ненадежный и так далее. И тут момент уже конечно касается не только вашего мира ощущения, но и пожалуй тут же дело касается и ориентации тоже. Потому что ну вот вы привели с мужчинами время, вы привели с мужчинами ночь и у вас неприятный остаток все равно. Встекает вопрос, вы хотели с ним провести время, вы хотели получить удовольствие и почему вы так много требуете от себя, вы требуете от себя опытности, вы требуете от себя какое-то подвестие и так далее. Но при этом вы не можете это взять из ниоткуда, потому что у вас действительно нет опыта. Опыт набирается только на практике. Следующий важный момент, который мне хотелось бы вам сказать, прежде чем завершить свой ответ, это момент, посвященный женскому поведению. Я бы сказал, что несмотря на то, что вы росли среди женщин, у вас нет четкого идеала своего собственного поведения. То есть вы не совсем понимаете, как хорошо себя вести именно в контексте мужчины, что вам нравится в своем собственном контексте, что вы считаете правильным, что вы считаете неправильным и почему. Например, почему вы считаете неправильным, что мужчина не доплатил за вас в кафе? Да, само по себе это поведение не очень хорошее. Да, уважающий себя мужчина все-таки всегда заплатит за женщину в кафе, согласен, но вы себя откуда-то взяли, вы откуда-то подчеркнули эту информацию, что мужчина за женщину платит в кафе. То есть вы что-то ждете от мужчины. А чего вы ждете сами от себя? Как, по-вашему, женщина должна вести себя с мужчиной? Вот, ответите на этот вопрос сами. Без какой-нибудь дура, без привлечения источников, как женщина, по вашему мнению, должна идти себя с мужчиной, чтобы он на них обратил внимание и так далее. И из того, что вы назовете, очень важно отобрать то, что для вас осуществимо, то, что вы сами можете сделать. Так вы информируете идеал своего поведения, своего женского поведения. И уже на него, на это женское поведение, будут обращать или не будут обращать внимание мужчины. И кому ваше поведение понравится, тем мужчиной вы и будете. Но очень важно, чтобы, во-первых, вы с поведением определились как можно более четко. Чем четче вы это сделаете, тем более очерченной будет ваша личная жизнь. И во-вторых, в конце своего сообщения вы пишите, что как будто смотрите на других людей и видите в них как бы то, что вы хотели бы. То есть вы сравниваете себя с ними, вы видите, что у них есть личная жизнь, а у вас нет. Этот момент тоже, мне кажется, нужно отдельно разобрать, потому что вы не видите личную жизнь других людей на самом деле. Вы видите то, что люди готовы вам показать. Вы видите то, что люди сами заставляют на показ. Но в действительности больше вы ничего не видите. И вы не знаете, как у них там действительно складываются отношения. Кроме того, совершенно непонятно, почему вы сравниваете себя с другими. Кроме того, совершенно непонятно, почему вы считаете, что вы должны быть такой же, как все. То есть если у всех вокруг личная жизнь, то и у вас она должна быть. Вы знаете, равняться на других в личной жизни, стараться быть лучше, чем кто-то, это не совсем правильно. Самый важный ориентир, самое важное направление – это быть просто лучше для самого себя. И быть нацеленной на реализацию своих идей, своих ценностей, своих стремлений, идеалов, выполнения и выполнения собственных задач. То есть организация той деятельности, которая была бы вам интересна. А не организация деятельности по налаживанию личной жизни. Потому что личная жизнь, она образуется сама собой, когда человек, будучи независимым, будучи осуществляющим деятельность и выполняющим свои задачи, по ходу этой деятельности пересекается с другими людьми, как независимый партнер. И вот тогда в этом случае нужно и можно вступать в равноправные, независимые отношения, которые основаны на истинности и на предусловном желании сделать другого человека счастливым. Если вы хотите личную жизнь и хотите рядом с собой, допустим, мужчину, хотите отношения для удовлетворения какой-то своей потребности для реализации своих желаний, то это будет делать вас более зависимой от отношений, что не принесет вам радости именно в долгосрочной перспективе. Как, например, не принесло радости после того, как мы встретились с мужчиной? Чтобы этого не было, нужно четко представлять себе ваши задачи. Ваши задачи социальные и личные. И уже потом, потом будет личная жизнь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше. head-in. 122 Людям День П